Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Пиратская Жизнь, обсудим видос Нинки, очередное нытьё про заработок на YouTube-канале. Значит, Нина у нас отправила своего ребёнка, да, на прощание поцеловала, и я так удивилась, как же она могла его отпустить одного. Как же она не переживает, что дойдёт не туда, а куда-нибудь. Как же он без её ручки будет шагать? Ну, честное слово, Нина, как ты можешь оставаться одна, спокойной, когда ребёнок твой куда-то уходит? Ну, правда, я, ребят, вы понимаете, что шучу, но на самом деле, когда наблюдаешь эти их походоны, да, в магазин, за ручку, то на миг задумываешься, как же она его отпускает одного. Значит, дальше Нинка нам говорит, ой, погода всё испортила, больше, наверное, испортила намытые окна, Нинок показывает нам, что погода просто жесть, и, да, наверное, на фоне погоды опять вся изнервничалась и страдалась. Ей, видите ли, вот написали такой коммент, что нищие работают и могут позволить себе отдых каждый год на море. А Нинок, видите ли, не может. А не может она по той причине, что закупила очень много техники и холодильник, да, аж двухдверный, чтобы побольше жрачки туда влазило, и плиту. И что она там ещё купила? Роботов, которые нафиг не нужны. Нина, зачем тебе две руки? Могла бы сэкономить, и роботы не нужны были бы. Ручками, всё ручками. Не можешь на коленочках ползать, намывать полы. Возьми хорошую швабру, и то будет дешевле. Далее затронула тему хейтеров, да, хейтеров, и вспомнила канал кондитеров, да, девочек-кондитеров, как им там написывают. И когда она вспомнила этот канал, да, я таки подумала, что вот Нинка не знает уже, на чей хвост садиться. То того упомянула, то того, то ладненькой резко стала. А это для чего? Для того, чтобы где-то кто-то вспомнил про неё. Ну, ладненькая точно пиратку не вспомнит. Она её жёстко заблокировала и знать не хочет о ней. Ну, зачем Судаковой наша Нино? Ну, вы представляете, нафига нужны такие обжоры ещё и в Турции? Ну, а у Нинки, наверное, планы были большие. Теперь она не знает, куда броситься. То у Уралки на стриме понастрочит, то глотку за Уралку порвёт. Теперь вот на хвост к кондитерам решила присесть. Думает, поговорю о них, а вось они вспомнят про меня. Просто так Нинка ничего не делает, поверьте, ребят. Дальше Нино рассказывает, что вот смотрит она на молодых блогеров, как их якобы торкает, да, от хейтеров. И как им тяжело. Говорит, вот мне до сих пор бывает, да, не по себе. Четыре года каналу, а и то торкает. Нино, до тебя всё время торкает. Ты не можешь, не можешь успокоиться. И торкала тебя, и до сих пор торкает. Потому что ты считаешь, что ты завезда, незаменимая. И что к тебе приходят на канал, чтобы что-то почерпнуть, чему-то научиться. А заходят к тебе на канал, абы поржать. Ни одного умного комментария у тебя не найти. Да, ты блокируешь, блокируешь ещё как блокируешь. Если бы не блокировала, то у меня, наверное, не было бы столько людей именно с твоего канала, который уже в блоке. Но ты тоже понимаешь, что всех заблокировать нельзя. Поэтому тебе приходится терпеть этот хейт. Тебя поэтому и торкает. Потому что, ну, ничего дельного. По сути, тебе люди даже написать не могут. Потому что дельного ты ничего и умного не показываешь. Только куром насмех. Именно куром насмех, как говорила моя бабушка. И жизнь твоя настолько пустая, бессмысленная и неинтересная, что поучиться даже абсолютно нечему у тебя. Как пожрать, то не дай боже. Это, наверное, наоборот, урок, как не жить, как не тратить свою жизнь впустую и как беречь своё здоровье. И дальше Нинок продолжила тему денег. Да, говорит. Не хочу я жить от зарплаты до зарплаты. Говорит. Я коплю. Да, мы хотим купить машину. Да, Нинка хочет купить машину любимому мужу. Услышали, ребят? Всё это капец. Это, знаете, надо, чтобы на дорогах не было ни одной машины. Потому что будет ехать Вован. Опять же, будет ли ехать? Ребят, то, что она несёт, она несёт просто, знаете, от балды несёт. Какую машину, какую машину она может купить ежедневно столько спускать в унитаз денег? Да, в унитаз, ребят. Потому что столько жрать – это, естественно, огромные затраты. И, говорит, мы тоже раз в год ездим. И ещё, говорит, не раз в этом году съездим. Куда это, Нинка, ты собралась-то съездить, а? Куда? Всё ноешь, ноешь, ноешь. Ноешь, а последнее тратить не хочешь. Значит, нету чего потратить могла бы. Говорит, последнее тратить не хочу. Значит, совсем-совсем беда. Всё прожрали, всё просрали. Нету денег. Не отдохнуть. А тут ещё такие планы машина. Ой, Нинка, ну ты сама себя хоть не смеши. Ладно, нам вчесываешь, да, втираешь. Мы-то понимаем, уже знаем, да, что ни одного слова правды нет. А вообще тебя зависть просто замучила. И я знаю, почему. Кстати, смотрела канал Нины-сестры. И настолько интересная женщина, настолько приятная, ребят. Что в жизни, просто в жизни невозможно сказать, что это сёстры. А Нинок обнищала, что на отдых, да, эконом-класса не согласна. А ей подавай, да, отдых люкс-класса. Говорит, если отдыхать, то да, с размахом. А на отдых с размахом денег нет. Ну, раз нет денег, привяжи к жопе веник. Так говорила моя бабушка. Есть такое выражение. Что-то я часто стала употреблять вот такие шутки-прибаутки. Но на самом деле нет у тебя денег. Чё ты ноешь? Чё ты постоянно стонешь? И всё тебя напрягает. Подними пятую точку, вперёд работать. Хоть в пятёрочку, хоть около пятёрочки с веником, да. Как выражение говорится, чтобы уж не зря, да. И всё, всё будет в ажуре. А то, говорит, что вот пишут, что мы работаем и ездим раз в год. Вот, Нинок, ну и ты съездишь с размахом раз в год. Ну, тогда приходится идти на работу. А то, что Ютуб довёл тебя до такого просто обнищания, так никто не виноват. Благо ты и так ещё получаешь бабусы. И прервал Нинкин базар. Ага, именно базар, потому что ничего путного она не сказала. Звонок от Вована, что всё там нарушилось, да, погода помешала. И он стоит бедный у пятёрочки и скоро вернётся домой. И Нинок продолжила. Опять протёрла, да, салфеточкой походу влажный подоконник. Так смешно, когда она подоконник протирает какой-то такой малюсенькой салфеточкой по сто раз. Якобы показывая, какая она чистюля прям, да. Так смешно, ребят, когда наблюдаешь за этим, да. И говорит, что, значит, не хочется, не хочется Нинке отдавать последние. Ну, тогда зарабатывай, Нина, зарабатывай. Честно, зарабатывай. И не будет тогда последние. Тогда у тебя ещё останется и ещё останется. И будешь путешествовать бесконечно. Ну и дальше Нинок нам показала, да, статистику просмотров, что столько людей смотрит, столько людей смотрит. И раньше это были бы такие большие деньги. А сейчас не хватает просто, чтобы заполнить желудки. Потому что кишка блудство одолевает. И всё больше и больше хочется. Ну, Нинок, ты тогда выбирай. Либо жрать, либо отдыхать. Глядишь, подумаешь, подумаешь. И сделаешь правильный выбор. Примешь правильное решение. Хотя о чём это я? Нинок и правильное решение. Это как-то, ну, совсем невозможно сопоставить. А самое прикольное, да, она рассказывает, рассказывает. А сама вся изнервничалась. Что же Вован делает возле пятёрочки? Она же сказала, кофе можешь взять. И переживает. И дёргается. И, говорит, карты все привязал. Боится, как бы за последние деньги не скупил для своего чревоугодия. И тут, да, говорит, ах, кофе купил. Кофе в автомате. Бедный Вовчик. Постоянный контроль. Представляете? Сказал, что у пятёрочки и Нинку затрясло. Резко затрясло. Так распереживалась. А ещё что и оплачивает там что-то. Что она резко проверила, что же он там оплатил. Короче, я не знаю. Тут, можно сказать, и бедный Вован. Хотя, чё бедный? Пристроился, слушайте, к такой халяве. Сидит на работу, не ходит под юбкой. У бабы жрёт в три глотки. Работать не надо. Лежи, сиди у компа. Играй в игрушки. И ещё тебя и направо выучат. Хотя, ребят, если честно, сомневаюсь я, что он вообще ходит на какие-то уроки, на ваши деньги. Вот в этом я тоже очень сомневаюсь. Ну, Нинка ещё та брехунья. Поэтому верить ей как-то, ну, это себя не уважать. Ну, а далее началась полная брехалова. Нина открыла видео, коротенькое, видеошотс, и показывает нам 46 тысяч просмотров. И что там, короче, даже доллара нет в доходах. И сидит умным видом, рассуждает нам о том, что вот, если там даже 6 видео в день или сколько, то это совсем-совсем мало. А говорят, якобы, блогеры много получают. Кому ты вешаешь лапшу на уши? Врунь я ты. Наглая врунь я ты, Нинка. Да, наглая. И это обычное видео, которое порой даже не набирает и центов вообще. Коротенькое видео. Ты влог покажи. И ты открой доход. Весь доход на YouTube-канале. Открой и покажи. Нет, ты не покажешь этого. Ты только можешь сидеть и строить из себя вумную-привумную, а на самом деле я промолчу какую, леди, да, и пытаешься всех сделать дураками. Фу, мерзость просто зашкаливает. Мерзость от поберушничества, попрошайничества, нытья. Как же вы достали сидеть с протянутой рукой, чтобы вам на Таиланд накидали и на ваши унитазы, чтобы смыть невозможно было от вашего жранья. Вся извелась. Устала, пока нам доказывала, сколько они мало получают. И теперь собралась фигней страдать и отдыхать. А вы, бабулечки, да, добренькие, вы работаете и пенсию зарабатываете себе, и мне отстегиваете побольше, думает Эннка. А я вам потолще, поуральски нараскатываю лапши и повешу на ваши уши. А Вован тем временем придет, помоет посуду, а не ног ножка за ножку и будет отдыхать. Честно, ребят, просто нет слов. Хочется ругаться, но позволить я себе такого не могу. В общем, ребят, заканчиваю и жду ваших комментариев, жду вашего мнения. Как всегда, прежде чем с вами попрощаться, желаю каждому из вас прекрасного настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю всем. Пока-пока.